Долгожданные работы начались. Жители домов в квадрате улиц Гагарина и Льва Толстого уже несколько лет волнуют вопрос бесхозных сараев и гаражей. Вид из окна совсем не радует, да к тому же это еще и опасно, утверждает местная жительница Валентина Шибанова. Это техника безопасности для детей. Дети сейчас подростки, они вот залазят на эти крыши и вот представляете, родители на работе, ребенок может с этой крыши провалиться, где тут кто ему помощь окажет. Такая антисентария, все сгорело, как бы, да, все неухоженно, все раскидано и хочется, конечно, чтобы тут что-то как-то облагородить было чисто. Вопрос сноса бесхозных разрушенных построек находится на контроле депутата по округу номер 7 Юлии Кусовой из 2015 года и является одним из ключевых в ее работе. Тогда первые снесенные сараи, которые были демонтированы в округе благодаря депутату, располагались в районе улицы Менделеева, 9-11. При рассмотрении бюджета на 2023-2025 годы народный избранник снова предложил выделить средства на эти работы в Березняках. Деньги выделили и администрация города продолжила снос сараев в районе улиц Гагарина и Льва Толстого, который был начат еще в 2021 году, также по инициативе депутата. В 2021 году мы в этом же районе начали сносить первые постройки. К большому счастью, после долгих уговоров мы перешли к следующему этапу. И я очень надеюсь, что при наличии финансирования эта работа будет плановой, потому что не только в моем округе есть эта проблема, есть необходимость сноса построек для того, чтобы освободить площади для благоустройства, для того, чтобы сделать наши дворы красивыми и уютными. В рамках демонтажа необходимо убрать 337 кубических метров и вывести 300 тонн мусора. Кроме того, территорию, где ранее располагались постройки, полностью выровняют. Всего же на эти мероприятия из городского бюджета было выделено порядка 1 миллиона рублей. Вот так слаженное сотрудничество народа и власти могут и делают наш город уютным, чистым и красивым. Дмитрий Асташкин, Кирилл Яранцев. Наши новости.